ну что ребят всем привет сегодня мы запилим небольшой обзор про то что такое сапсерфы как их использовать для чего они нужны что с ними вообще делать и я даже не знаю кто это придумал но это на мой взгляд очень кайфовая тема и поэтому мы сегодня приведем небольшой обзор нам в этом поможет евгений наш известный сапер каякер сноубордист и так далее то есть человек нашей команды который с нами вписывается в разную дичь итак поехали что такое сапсерф какие они бывают сапсерфы бывают во первых разные по количеству слоев то есть однослойный двухслойные я даже знаю что вроде бы есть трехслойные сапсерфы если вы новичок то вам это сильно очень не повлияет потому что вы все равно получите то удовольствие которое вы хотите от этого мероприятия не важно сколько этих слоев также они различаются по размеру у нас здесь модель 10 6 это измеряется футах да вот что-то дает ну размерность что дает во-первых есть я знаю что девятки потому что я их лично видел это в основном детская история они уже поменьше да есть 10 6 на нем можно ходить вдвоем также на нем очень комфортно и одному сплавляться также есть еще больше 12 6 футов на них вообще просто комфортно вдвоем на них можно совершать экспедиции варить кофе готовить еду прямо в той локации где вы находитесь пусть это будет море или это будет озеро ли это будет река также существуют спортивные сапы на которых люди сплавляются по порожистым речкам и прямо существует целое соревнование по сапсерфингу по скоростному сапсерфингу то есть направлений этого движения очень много ну и начнем с того что же такое вообще сапсерф и что на нем есть так у нас есть ручка за которую очень удобно его брать подмышку когда вы берете фоп и в таком моменте его можно очень хорошо транспортировать вес он практически не имеет также у нас имеется лишь который нам обязательно по технике безопасности нужно прицеплять за свою ногу не забываем но если вы вдруг опрокинулись сапсерфа он от вас далеко не убежал также у нас имеются спереди резинки под которые вы можете положить там какие-то вещи свои там термушку и не знаю прицепить какой-то маленький рюкзачок и конечно без весла мы никуда не пойдем весло для сапсерфа но в принципе бывает тоже разных видов бывает карбоновые бывает алюминиевые бывают разборные бывают неразборные но самая фишка сап весла то что она раздвигается по длине и поэтому вы можете себя чувствовать комфортно как на коленях делая определенную длину чтобы у вас был правильный грибок также и стоя когда вы увеличиваете длину весла вы стоите стоя и гребете стоя самый основной момент который есть на сапсерфе кроме того что это вот такая вытянутая штука назовем ее там сосиска из пвх у нее имеется плавник для чего нужен плавник кто-то берет сапы и начинает кататься без плавника это неправильно потому что у вас нет нет курсовой устойчивости то есть вас будет постоянно мотылять вправо влево и поэтому все то что можно делать на сапсерфе и ходить дальние расстояния или просто получать удовольствие но хотя бы из точки а в точку б идти по прямой но нужен вот такой плавник также для сапсерфа можно использовать кайкерское весло для чего это нужно это очень удобно когда вы идете на дальние расстояния и вы можете спокойно себе сидеть может быть даже с организовать какой-то стульчик возможно есть даже сапсерфа со стульчиком каких сейчас вероятности только нет но вот эта история с веслом очень классно если вы не хотите с одной стороны постоянно работать там что-то перехватывать как на каяке сели и погребли ну что вот смотрите когда люди только начинают у них дрожат ноги когда они стоят на буквально им стоит провести 20-30 минут на сапсерфе и у них уже вот этого мандража не будет поэтому чем больше вы катаете тем спокойнее вам на этом суде находиться и вот у нас живой пример вот такая история про сапсерф ребята так что если кому-то что-то не понравилось напишите нам в комментах это наше видение мы не профессионалы просто немножко попробовали что такое сапсерф и решили поделиться этой информацией